Сочинение Евгения Боротынского. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Евгений Боротынский. Отрывки из поэмы «Воспоминания». 1819 год. Посланница небес, Бессмертных дар счастливой, Подруга тихая печали молчаливой, О, память, ты одна беседуешь со мной, Ты возвращаешь мне, отъятая судьбой, Тобою счастье мгновенья легкокрылы, Давно протекшие, в мечтах мне снова милы. Еще в забвении дышу отрадой их, Люблю, задумавшись, минувших дней моих, Воспоминать мечты, надежды, наслажденья, Минуты радости, минуты огорченья. Не раз волшебную, взлелеенной мечтой, Я в ночь безмолвную беседовал с тобой, И в дни счастливые, на час перенесенный, Дремал утешенный и с жизнью примиренный. Так всем обязан я Твоим приветным снам, Тебя я петь хочу, Дай жизнь моим струнам, Цивнице вторь моей, Твой голос сердцу внятен, И резвой радости и грусти он приятен. Ах, кто о прежних днях порой не вспоминал, Кто жизнь печальную мечтой не украшал? Смотрите, вот старик, седой, изнеможенный, На ветхих костылях под ношей лет, согбенный. Он с жизнью сопряжен страданием одним, Уже могилы дверь, отверста перед ним, Но он живет еще, он помнит дни золотые, Он помнит резвости и радости молодые, С товарищем седым за чашей круговой Мечтает о былом и вновь цветет душой, Светлеет взор его, весельем дух пылает, И руку друга он с восторгом пожимает. Наскучив странствием и жизни суетою, Усталый труженик под кровлею родною Вкушает сладостный бездействие покой, Благодарит богов за мирный угол свой, Забытый от людей блажит уединенье, Где от забот мирских нашел отдохновенье, Но любит вспоминать он были прежних лет, И море бурное, и столько ж бурный свет, Мечтанье юности, восторге сладострастья, Обманы радости и ветреного счастья, Милее кажется ему родная сень, Покой отраднее, приятней рощи тень, Уединенная, роскошняя природа, И тихо шепчет он, Всего милей свобода. О, дети памяти, о, фебовы сыны, Певцы бессмертные, Кому одолжены вы силой творческой Небесных вдохновений? Отзыву прежних чувств И прежних впечатлений Они неопытные Развить умели ум, Зажгли, питали в нем, Хранили пламень дум, Образовала вас природа, Не искусство, Так чувство выражать Одно лишь может чувство. Когда вы кистью волшебную своей Порывы бурные, Волнение страстей Прелестно, пламенно и верно выражали, Вы отголоску их В самих себе внимали. Ах, скольких стоит слез Бессмертия венец! Но все покоится В безмолвии ночном, И вежды томные Сомкнулись тихим сном. Воспоминания небесной Светлой гений К нам не спускается На крыльях сновидений В пленительных мечтах, Одушевленных им. И к играм, и к трудам Обычным мы спешим. Пастух берет свирель, Владелец багреницу, Художник кисть свою, Поэт свою цевницу, Потомок рыцарей, Взлелеянной войной, Сверкающим мечом Махает над головой. Доколе памяти Животворящий свет Еще не озарил Туманный бездный лет, Текли в безвестности Века и поколенья, Все было жертвою Безгласного забвенья. Дела великие Не славились молвой, Под камнем гробовым Незнаем тлел герой, Преданье свет блеснул, И камни глаз прияли, Века минувшие Из тьмы своей восстали, Народы позднее Уроком внемлют их, Как глазу мудрому Наставников седых. Кавказы дивные, Волшебные картины, Свободный, гордый Рим, Блестящие Афины, Великолепный ряд Триумфов и частей, С каким волнением Внимал я с юных дней Бессмертным повестям Плутарха, Фукидида, Я персов поражал С дружиной Леонида, С отцом Виргинии Отмщением пылал, Казалось, грудь мою Пронзил его кинжал, И подданный царя, Защитник верный трона, В восторге трепетал При имени Катона. Но любопытный ум В одной ли тьме преданий Найдет источники Уроков и познаний? Нет, все вокруг меня Гласит о прежних днях, Блуждая странником В незнаемых краях, Я всюду шествую Минувшим окруженный, Я вопрошаю прах Дряхлеющей вселенной, И грады, и поля, И сей безмолвный ряд Рукою времени Набросанных в громад. Событий прежних лет, Свидетель молчаливый, Со мной беседует их Прах красноречивый, Здесь отвечают мне Оракулы времен. Смотрите, видитель, Дымится Карфаген, Пол неба Африки Пожарами пылает, С протяжным грохотом Пальмира упадает, Как волны дымные Бегущих облаков, Мелькают предо мной События веков. Печать минувшего Повсюду мною зрима, Поля Авзонии, Державный пепел Рима, Глашатые чудес И славы прежних лет, С благоговеньем вас Приветствует поэт. Смотрите, как, Века незримо пролетая, Твердыни древние И горы подавляя, Бросая гроб на гроб, Свергая храм на храм, Остатки гордые Являют Рима нам, Великолепные бессмертные громады, Вот здесь висящих рек Шумели водопады, Вот здесь входили в Рим Когорты плебеян, Обремененные богатством дальних стран, Чертогов, портиков, Везде язрю обломки, Где начертал резец римлян Деяния громки, Не смело времени разрушить их рука, И возлегли на них усталые века. Все, все вещает здесь уму, воображенью, Внимайте времени немому поученью, Познайте тление незыблемый закон, Из-под развалин сих вещает глухо он, Все гибнет, все падет, и грады, и державы. О, колыбель наук, величия и славы, Отчизна светлая героев и богов, Святая Греция! Теперь толпы рабов Блуждают на брегах божественной Эллады, Ко храму ветхому Дианы иль Паллады Шалаш пристроил свой ленивый рыболов. Ты б не узнал, Солон, страну своих отцов, Под чуждым скипетром, главой она поникла, Никто не слышит там о подвигах Перикла, Все губит, все мертвит, невежество Ярем. Но неужель для нас язык развален нем? Нет, нет, лишь понимать умейте их молчанье, И новый мир для вас создаст воспоминанье. Счастлив, счастлив и тот, кому дано судьбою Отстранстве отдохнуть под кровлею родною, Увидеть милую священную страну, Где жизни он провел прекрасную весну, Провел невинное безоблачное детство. О, край моих отцов, О, мирное наследство, Всегда присутственны вы в памяти моей, И в берегах крутых сверкающий ручей, И светлые луга, И темные дубравы, И сельских жителей приветливые нравы. Приятно вспоминать Младенческие дни. Когда, едва вздохнув для жизни неизвестной, Я с тихой радостью взглянул на мир прелестный, С каким восторгом я природу обнимал, Как свет прекрасен был! Увы, тогда не знал я буйственных страстей В беспечности невинной, Дитя, взлелеянный природою пустынной, Ее одну лишь зрел, Внимал одной лишь ей Сиянье солнечных торжественных лучей, Веселье тихое мне в сердце проливало, Оно с природою в ненастье унывало. Не знал я радостей, Не знал я мук других, За мигом не умел другой предвидеть миг, Я слишком счастлив был Спокойствием незнанья, Блаженства чуждые И чуждые страданья, Часы невидимо мелькали надо мной. О, суждено ли мне увидеть край родной, Друзей оставленных, Друзей всегда любимых, И сердцем отдохнуть В тени дубров родимых? Там счастье я найду В отрадной тишине, Не нужны почести, Не нужно злато мне, Отдайте прадедов мне Скромную обитель, Забытый от людей, Дубрав, безвестный житель, Не позавидую Надменным богачам. Нет, нет, За тщетный блеск Я счастье не отдам, Не стану жертвовать Фортуне своевольной Спокойной совестью, Судьбой своей довольной, И песни нежные, И мирный фимиам Я буду посвящать Отеческим богам. Так, перешедший жизнь Незнаемой тропою, Свой подвиг совершив, Усталую головою, Склонюсь я, наконец, Ко смертному одру, Для дружбы, Для любви, Для памяти Умру, И все умрет со мной. Но вы, Любимцы Феба, Вы, Вместе с жизнью, Принявшие от неба И дум возвышенных, И сладких песней дар, Враждующей судьбы Не страшен вам удар, Свой век опередив, Заранее слышит гений, Рукоплескания Грядущих поколений. Конец отрывков Из поэмы Воспоминания Читал Марк Чульский Массачусетс Соединенные Штаты Америки Продолжение следует...